Я захотел участвовать в программе из-за того, что, наверное, можно начать, что мой эксперимент начался еще со времен школы, так как я более интересовался, как создавать сайты. И если сейчас посмотреть, то мы можем увидеть, что все люди вокруг нас используют телефоны, ноутбуки, и все постоянно онлайн. Так как 21-й век – это век технологий, мы всегда онлайн, и реклама сейчас стала более популярной через интернет, а не через телевизор, радио или еще какие-то доступные рекламные материалы. И мои родители, мои друзья спросили, почему я не хочу создать свой бизнес, связанный с рекламой, какой-то свой бизнес. Я начал поиски в интернете и увидел, что у нас за прожью проводится бизнес-бустер-форум. Я предоставил туда свой бизнес-план, и там, когда я встретил Симону, и она предложила мне участие, рассказала о программе «Ерасмос Симону». И сказала, что я могу туда подать документы, что я могу попасть на предприятие там, где меня смогут обучить чему-то. Я нашел организацию, которая отвечает за эту программу в Украине, подал документы, и меня пригласил судоравляку «Петрос». Здесь мы, ну, в течение всего этого месяца я узнал у «Петроса», как строилась компания в течение 26 лет, так как можно понять, что у нас в Украине сейчас происходит такая же самая ситуация, как и происходило 26 лет назад. У нас был кризис, у нас сейчас такая же самая ситуация. В Украине сейчас кризис, много коррупции и очень большая политическая нестабильность. И я, ну, для создания своего бизнеса, ну, я уже понял, как строилась компания, я взял для себя опыт и понял, как создавать уже свою компанию. Какой опыт еще получил. Ну, также сами мне рассказали, как находились партнеры, клиенты в течение всех этих 26 лет, как мотивировался персонал, как происходила вся работа на протяжении всех этих лет. Ну, для себя я уже начал создавать, для своей компании создал логотип, свои социальные страницы Facebook, Instagram, Twitter. Также уже есть первая страница своего веб-сайта, правда, только одна страница и на русском языке. Также самое, ну, я разрабатывал для давания, ну, пробовал разрабатывать макет журнала для, ну, будущей выставки в Москве. Ну, также были предложения по поводу веб-сайта, что можно изменить. Это было более связано с IT-сферой. Выучил о том, как строить свой бизнес, как мотивировать персонал, как искать клиентов для себя, так как если найти одного клиента и он будет очень довольный, можно в дальнейшем находить, ну, за счет общения людей, они могут уже рекламировать так же само, ну, мою будущую компанию. Ну, я понял, что, когда я создал свой бизнес-план, на сегодняшний день я понял, что у меня там очень много ошибок, которые надо исправлять и добавлять другие экономические и какие-то более конкретные материалы, более подробно и детально расписывать свой бизнес-план и что конкретно мне надо, чтобы мое предприятие вышло на положительный плюс. Ну, по возвращению в Украину я собираюсь более детально уже изменять свой бизнес-план и реализовывать его уже в жизни. Так как, ну, я получил для себя очень большой опыт в этой программе и советую, кто хочет, чтобы так же само подавали свои документы и искали там, где они могут проходить такой обмен опытом. Пишите бизнес-планы, подавайте в эту программу и у всех все получится. Ну, я думаю, что участие вот таких молодых людей, которые приезжают к нам в страну на участие в разных программах, это обоюдная выгода получается, потому что они приезжают, принимают у нас опыт, мы рассказываем, как мы, вот то, что сказал Павел, как мы создавали свой бизнес, хотя у него рекламный бизнес, это, ну, немножко, наверное, другой, но нам тоже и рекламы нужны и прочее, мы про это пытались рассказать, что у нас реклама немножко другая, нам нужна реклама другая, чем там по телевидению, радио или там журналы, нам это не подходит. Он тоже понял, что разные рекламы, смотря с какими работают предприятиями, а опыт тот, который молодые люди, что они будут тоже рассказывать и про нашу страну, и про наши предприятия, и, в общем, передавать тоже, наверное, хорошее впечатление про Литву, это, думаю, что не столь мало важно, поэтому я думаю, что такие программы только помогают. А Павел у нас очень, как сказать, интересовался всеми, попытался, как и говорил, разработать нам помощь некоторые там журналные, то есть черты какие-то. Думаю, что может и в будущем еще, если будет, захочет нам помочь и, скажем, может даже предложить интересные какие-то вещи, потому что мы и с Украиной работаем, и Белоруссией, и Россией, и, скажем, западными, и американскими странами, поэтому тут помощь всегда нам нужна, и этот опыт, который он приобрел здесь, я думаю, что ему полезно, нам тоже очень полезны такие люди, которые в этой стране приезжают. И советую больше, чтобы таких программ было, и чтобы они к нам приезжали. Мы всегда рады принимать, помогать, чтобы они нам помогали, поэтому дружба – это тоже хорошо, и помощь в этом. Организация, которая принимает молодых людей, соглашается принять, я думаю, что надо серьезно относиться к таким людям, им помогать и не только думать о выгоде, но думать и о помощи в том, чтобы они учились, чтобы они смотрели как. Мы прошли все это. Украина сейчас тяжело живет, но я думаю, что она тоже выйдет из такого положения и будет хорошо жить. Поэтому всем предлагаю, чтобы они серьезно относились, еще раз повторюсь. Участники надо, чтобы они очень серьезно относились к этой программе, если уже приехали, чтобы они очень серьезно интересовались всеми, чтобы брали весь возможный опыт и из этого опыта делали выводы, что может у себя в стране применять, чего может научиться. Сегодня мы находимся на предприятии «Давайна». Я бы хотел рассказать, как я здесь проходил, точнее набирался опыта у уже известного, так можно сказать, на всю страну компании, которая занимается производством оборудования для нарезки хлебобулочных изделий. И также о моем опыте, который я здесь получил и который опыт я предоставил для этой компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова